Не секрет, что с возрастом организм человека меняется, но не все возрастные изменения благоприятны. К счастью, есть специалисты, которые помогают поддерживать здоровье и продлевать жизнь. Современная гериатрическая служба Ульяновского областного клинического госпиталя ветеранов войн занимается лечением пожилых людей с 2017 года. Ежегодно специализированное отделение поступает около 1000 человек в возрасте от 65 лет. Мы продолжаем цикл передачи о тех, кто спасает жизни, о специалистах медицинских учреждений Ульяновской области, о передовых технологиях, помогающих там, где раньше это считалось невозможным. Все это в спецпроекте «Спасаю жизни». Субтитры создавал DimaTorzok Помощь пожилым людям в геронтологическом отделении не ограничат только медицинскими методами, чтобы сохранить и укрепить здоровье, для них выстраивается особое лечение. Оно носит комплексный социально-медицинский характер, а это значит, что специалисты в индивидуальном порядке составляют комплексную гериатрическую оценку. Ольга Николаевна, расскажите, что из себя эта оценка представляет и что она дает? Это батарея тестов и специальных методов исследований, которые позволяют отличить физиологическую старость от патологической. Старческая астония – это патологическая старость. Если есть признаки патологической старости, то такие пациенты подлежат госпитализации в наше отделение, соответственно, и проведению комплексной гериатрической оценки. Помимо выявления основных болезней у больных, согласно этой же гериатрической оценке, мы выявляем еще и активность пациента в повседневной жизни, то есть насколько он может сам себя обслуживать. Это батарея тестов включается именно в комплексную гериатрическую оценку. Больной сам отвечает на эти тесты. Тут же мы оцениваем когнитивные функции, то есть риск всяких деменций, слабоумия, и, соответственно, потом лечение подбираем пациенту. Опасность недоедания, то есть насколько правильно он питается, насколько достаточно он кушает такой пациент. Нужна ли ему помощь социальных служб? То есть это тоже включено в комплексную гериатрическую оценку. Там же мы оцениваем уровень боли. Это болевой синдром. И потом мы делаем заключение по этой комплексной гериатрической оценке. Во-первых, выявляем риски. Риск слабоумия, риск падения, риск недоедания и так далее. То есть она большая, тестов включает много. И больному мы на амбулаторный этап при выписке даем рекомендации не только, согласно вот этой оценке, не только по лекарственным препаратам, но и по стилю, образу жизни, по правильному питанию. Обувь с утяжелителями разного веса и специальное покрытие. Все это составляющие уникальной методики, аналогов которой нет во всем мире. Ульяновский областной госпиталь ветеранов. Место, где применяется медицинская силовая гимнастика для пожилых людей. Марсель Норгалеевич, вы автор этой методики. Расскажите, в чем же ее уникальность? Уникальность медицинской силовой гимнастики в том, что она качественно запускает процессы оздоровления в суставах, межпозвонковых дисках и мышцах. Медицинская силовая гимнастика – понятие новое. А использование медицинской силовой гимнастики в геронтологии – это считается уже ноу-хау. Потому что силовой гимнастики для пожилых людей, для старых людей просто нет. Специальная обувь, к ней крепится железная пластина по специальной технологии и выполняются упражнения тоже по специальной методике. Человек ходит, делает упражнения в шаге различные, висит, подвисает, растягивает себя и пытается в растяжении сопротивляться растяжению. По-другому это можно назвать еще сопротивление, тренировка растяжения. То есть, когда человек физически напрягается и одновременно растягивается, аналогов этому тоже нет. Потому что все растягиваются лежа в расслабленном виде. Здесь же растяжение идет в напряжении. То есть идет параллельно с растяжением, укреплением мышечной системы. Вес одной пластины на спецобуви для медицинской силовой гимнастики может достигать от 14 до 100 килограммов, а продолжительность одного занятия – около часа. Ходить с утяжелителями и выполнять определенную физическую нагрузку может любой пациент, будь то мужчина или женщина. Единственные противопоказания – опухоль и острые фазы инсульта и инфаркта. Медицинская силовая гимнастика получила патент в 2002 году. В госпиталь ее внедрили совсем недавно. Применяемые в больнице методики, включая силовую гимнастику, положительно влияют не только на здоровье, но и на настроение 82-летнего Петра Сергеевича Корчагина. Со слов лечащего врача, поступил мужчина в отделение не только с физическими недугами, но и в крайне подавленном состоянии. Мало двигался, почти ни с кем не разговаривал. Сейчас пациент лихо передвигается по коридорам и кабинетам больницы. А главное – стал чаще улыбаться. У меня стремление такое, что дальше жить. Мне хочется жить дальше. Я не курю, не пью. Много-много лет не курю, не пью. И в настоящее время я занимаюсь каждое утро физическими упражнениями дома. Так, по подъему, и я начинаю заниматься упражнением. И каждый день, даже и здесь вот, приходится заниматься. Маленько развиваться лучше. Вот так вот. Очень довольны я этим лечебным учреждением. Петр Сергеевич всю свою жизнь посвятил работе в Уваровском сельском совете народных депутатов. Был председателем. Приходилось много сил отдавать работе, переносить болезни на ногах. С возрастом здоровья серьезно пошатнулось. Не хочет, чтобы его ошибку повторяли внуки. Растут у меня внучата, два сына. Я им всегда говорю, одевайтесь потеплее, чтобы ноги не ожябли. У меня, мол, вот болят, я вот лечу ноги. Поэтому я вас вот предупреждаю, чтобы под старость вы так не болели, как мне пришлось. Вот поэтому утепляйтесь. Я девушкам говорю, одевайте головные уборы, а то они еще волосы, косы свои наружу выставляют. Одевайтесь теплее, шапочки одевайте. Так что у меня вот такое стремление, всегда их приходится, ну, воспитывать, подсказывать в лучшую сторону. Редактор субтитров А.Семкин